Роскомнадзор выдвинул ультиматум иностранным соцсетям. До 1 июля соцсеть Фейсбук, Твиттер и другие обязаны обеспечить локацию без данных российских пользователей. Давайте можем забиться, что на этот ультиматум положат болт. Фейсбук оштрафовали в России на 26 миллионов рублей. Интересно, если решит Фейсбук или кто-то там еще оштрафовать Россию. Они хотят, сейчас же видите эти президенты, с администрацией президента, микропрезидента. Они рассказывают, что там должно быть позитивное право в интернете. А они не думают о том, что вдруг возникнет там такое право, что Фейсбук может штрафовать Россию. Ну как, Трампа нагнули? А почему нет? А почему Россию нельзя нагнуть? Там Фейсбук, Гугл. Ну если Гугл имеет капитализацию больше, чем ВВП Российской Федерации, то почему он не может Россию нагнуть? Поэтому они зря это делают. Они зря там рассказывают о том, как нужно делать государство в интернете. Если это государство в интернете будет сделано, оно нахер поставит раком. И Россию, и кого хочешь. Китай поставит раком, не то что Россию. США уже поставили, как видите. Эх, дураки, жуткие дураки. В общем, вообще не соображают ничего. То есть, делают какие-то шаги, просят у Бога, там я не знаю, у турецкого султана, у кого они просят. И сами даже не понимают, что они просят. А просят дать им леща такого. На Буране неизвестные написали, Юра, мы приехали. Это точно. Все правильно неизвестные написали. А Роскосмос решил охранять изрисованный вандалами Буран. Можете себе представить. Теперь его возьмут под охрану, чтобы больше вандалы там не писали. Юра, мы приехали. Суд 31 мая рассмотрит иск Навального к колонии номер 2 за признание его склонным к побегу. То есть, интересно, тут вот Навальный не только такой иск подал. Он требует наказать руководство колонии за цензуру получаемых им газет, признание его склонности к побегу, а также за отказ выдачи ему Корана и других книг. Представляете, то есть, вот так он их троллит, требует выдать ему Коран. Продолжение следует...